Диссоциативная амнезия Причины возникновения Основной причиной развития диссоциативной амнезии является сильная психологическая травма. Предпосылки данного заболевания формируются в детском или подростковом возрасте в случаях, когда ребенок подвергается длительному стрессу, психологическому или физическому насилию. Естественной защитной функцией детского сознания является развитая фантазия, уходя в которую ребенку легче отстраниться от стресса и травмы. В некоторых случаях эта отстраненность сохраняется надолго и в будущем трансформируется в диссоциативное расстройство. Статистически, самым частым триггером развития диссоциативной амнезии является сексуальное насилие. В некоторых случаях диссоциативная амнезия развивается у взрослых, не подвергавшихся психической травматизации и в детстве. Наиболее часто этому подвержены люди, пережившие сильный стресс, полученный в результате стихийных бедствий или в зоне боевых действий. Симптомы Клиническая картина диссоциативной амнезии несколько отличается в зависимости от типа расстройства. Однако общими проявлениями для всех типов заболевания являются, потеря памяти, затруднения при узнавании друзей и родственников. Потеря памяти может иметь приходящий характер, склонность к депрессиям, тревожным состояниям, потеря индивидуальности, трудности в социальной жизни. Классификация Согласно клиническим проявлениям различают два типа диссоциативной амнезии, диссоциативная амнезия избирательного типа, потеря памяти о каких-либо конкретных событиях, диссоциативная амнезия генерализованного типа, потеря памяти обо всем, произошедшем в определенный период жизни. Диагностика Диссоциативная амнезия осуществляется на основании данных анамнеза, личной истории жизни пациента, а также данных общего обследования. Для постановки данного диагноза необходимо соблюдение трех обязательных условий, отсутствие какой-либо органической патологии, способной привести к развитию амнезии, наличие хотя бы трех из перечисленных выше симптомов, наличие факта психической травматизации, также врачу необходимо провести психологическое обследование. Обычно для этого проводится интервью с применением успокоительных препаратов или гипноза. Также характерными для диссоциативной амнезии диагностическими критериями являются, затруднение воспроизведения в памяти событий из прошлого, нежелание делиться с врачом подробностями событий, приведших к психотравме, внезапное начало заболевания. Действия пациента При обнаружении у себя или близких эпизодов потери памяти рекомендуется обратиться за помощью к специалисту и не допускать прогрессирования этого состояния. Лечение Основной задачей при лечении данного расстройства является определение тех событий, что послужили причиной амнезии, и помощь пациенту в повторном их осмыслении. Для этого применяются различные методики – психотерапия, семейная терапия, когнитивная терапия. В некоторых случаях также применяются лекарственные препараты, антидепрессанты или успокоительные. Осложнение При сильном и длительном проявлении диссоциативной амнезии возможно возникновение осложненных симптомов, таких как попытки суицеида, сексуальные расстройства, частые головные боли, затяжная депрессия. Профилактика В качестве профилактики диссоциативной амнезии настоятельно рекомендуется не подвергать детей воздействию стрессовых факторов, а если таковые уже имели место, обратиться за консультацией к психологу. Не следует оставлять ребенка один на один с проблемой. Людям, уже испытавшим психологическую травму в прошлом, рекомендуется не отстраняться от помощи близких, делиться с ними переживаниями и мыслями. В некоторых случаях крайне полезным бывает посещение сеансов групповой терапии.